Приветствую, уважаемые! Ну что же, продолжаем разговор про MVC 2015 и смотрим на представление Sony. От Sony все ждали нового флагмана Xperia Z4, причем никаких четких подтверждений не было, рендеров тоже не было, только слухи, однако народ его все равно упорно ждал. И не дождался. Хотя устройства 4 серии все-таки были представлены. Это планшет Xperia Z4 Tablet и смартфон Xperia M4 Aqua. Планшет. Он выполнен в дизайне смартфонного флагмана Z3, то есть закругленные металлические грани. Есть специальные антишоковые уголки, призванные спасти экран при падении углом и так далее. Характеристики довольно-таки навороченные, но, понятное дело, актуальные. Это 10 дюймов, даже 10,1 дюйма IPS-экран с разрешением 2560 на 1600. Qualcomm Snapdragon 810, говорят, довольно странный процессор, глючненький, 8 ядер, оперативки 3 гига, встроенных 32 гига, поддержка карт памяти, стереодинамики, понятное дело, остаются. Две камеры, основная 8 и передняя 5 мегапикселей, аккумулятор 6000 мАч и, естественно, будут разные версии с 3G и LTE и обычная Wi-Fi. Есть технология быстрой зарядки от Qualcomm, которая позволяет зарядить планшет до 70 за час. Ну и, конечно же, защита от воды и пыли по стандарту IP68, так что можете спокойно принимать ванну и одновременно смотреть любимый сериальчик, например. Да, теперь у USB-порта нет заглушек вообще, так что можете спокойно заряжаться обычным кабелем и не бояться оторвать эту самую заглушку. При этом у нас исчез, как я понял, все-таки магнитный зарядник. Не знаю, хорошо это или плохо, просто как факт. Да, и это по-прежнему самый тонкий, по заявлениям производителя, планшет всего 6,1 мм. Довольно легкий, кстати, 389 граммов весит Wi-Fi версии и чуть побольше 393 грамма LTE. В начале лета ожидается цена очень высокая, 559 евро, это почти 40 тысяч на сегодняшний день. Кроме планшета показали еще аксессуары к нему. Это умная клавиатура BKB50 Bluetooth Keyboard, штука, которая является и клавиатурой с тачпадом, и к тому же док-станцией, и к тому же еще штукой, к которой можно подключить проектор или принтер. Вот такая вот универсальная вещь. Второй аксессуар это обычный чехол, тут даже говорить нечего. Ну и третье, это беспроводная колоночка, напоминающая лично мне советский будильник. Называется она SBP60, есть NFC, есть необычная подсветка, которая меняется в зависимости от ситуации. К тому же по ней можно и поговорить, и на ней есть маленький экранчик, который отображает название песен, состояние подключения и так далее и тому подобное. Смартфон. Значит смартфон M4 Aqua продолжает дело флагмана, очень похож на предыдущий Z3, хотя и попроще. У него экран 5,2 дюйма, но IPS с разрешением 1280 на 720. Snapdragon 615 64-битный, 2 гига оперативки, есть 8 или 16 гигов встроенной памяти, плюс поддержка карт памяти. Камера 13 мегапикселей Sony Exmor RS и 5 мегапикселей передняя. Аккумулятор 2400 мАч, понятное дело LTE, понятное дело защита от воды по стандарту IP68 и тоже неприкрытый USB разъем. Будет в трех цветах, где-то по цене порядка 21 тысячи рублей. Ну, ждем, когда начнутся продажи. Ну или не ждем, ждем уже осенью, когда будет Z4. Субтитры сделал DimaTorzok